Два рентгеновские сдымки и компьютерная томография. Литерально про сгод. Гэтага будет достатково, как продбачить заход хирургичного вмешательства и позбегнуть усех мягчимых ускладнений. Узять такую высокую планку медицине, да поможет специальная компьютерная программа, якой распроцовкой зараз займаются 13 человек. Выкладчики, студенты ГДТУ и Мясокога совместно с медиками областной больницы. Идея пришла неожиданно. К нам обратились представители областной больницы и попросили помочь им. У нас в стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. В мире, конечно же, различные, скажем так, различные степени разработки есть. Но я бы так классифицировал, что это достаточно на серьезном уровне, можно сказать, даже на мировом уровне мы сейчас начинаем работать. Программное забеспечение складается из некольких компьютерных программ, аналоги яких уже створены и працуют за межоек, а что у тебя на некольки тысяч долларов. Белорусское выноходничество по сутности объединяет эти особные программы в одну. Водрознение от статичных рентгенств дымков отриманная модель дозволит оценить позвоночник человека в 3D формате. По моему мнению, у меня одна из самых главных ролей, то есть это именно разработка вот этого внешнего вида программы, то есть интерфейса, то, что будет видеть врач и то, чем он будет пользоваться. Именно работа с изображением, причем довольно-таки новый, скажем так, для нас формат, то есть именно работа с медицинскими изображениями, то есть это уже опыт такой, что можно себе в серьезный плюс ставить. С минимальными материальными затратами станем ахчимым полепшить якость допомоги пациентам за малюсими видами дегенерационно-дистрофичных захворываний у позвоночника. Программа дозволит спрогнозовать ход для отшения и скорректировать его, как досягнуть успехового вынику. 80% населения страдает дегенерационно-дистрофичными заболеваниями и около 10% становятся инвалидами на фоне этого заболевания. То есть это крайне социально-экономически значимая и важная тема для Беларуси. Возможно, какие-то методы консервативной терапии и реабилитации необходимо использовать на более ранних этапах, а не выполнять хирургическое вмешательство, что позволит, соответственно, сократить операцию. И если ее надо делать, то она будет выполнена уже по показаниям со стороны улучшения клинической картины. Целый год программисты выучали медицинскую литературу, наведывали операционное отделение больницы и писали программные коды. Завершить работу планируют до конца 2017 года. Сверху идею – еще подключить элемент штучного интеллекта, чтобы программа смогла не просто давать урачам информацию для анализу, а и самостоятельно его проводить. Сейчас ее тестируют в областной больнице. Программа уже оценила почти сотни клинических выпадков. А в широком угранении, по коль говорки, нема, а ли навод у недопрацованным выгляде ее стали цикавиться и иншие медустановыеся род их, третья – Гомельская городская больница. Коли все планы программисты у вас обицы, то празгод, колька с тяжких выпадков опорно-рухольного аппарата и головная инвалидность можно будет скратить вдвоя. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, Телереду, компания «Гомель».